От простого радиомеханика до известного краеведа, почетного деятеля культуры Республики Казахстан. 85 лет сегодня исполнилось Павлодарскому историку, видному краеведу Эрнесту Дмитриевичу Соколкину. Человек, который на протяжении всей жизни собирал историю Павлодарского приортышья. Сегодня на лаврах почивать он и не думает. Почетный гражданин Павлодара пишет книги, занимается общественной деятельностью. Эрнест Дмитриевич Соколкин родился в Псковской области в 1936 году. После службы в армии в 1958 году приехал в Павлодар. Здесь и началась его интересная жизнь. Павлодар в то время, конечно, представлял собой большую деревню. Первый островок пятиэтажных домов на улице нынешней, Тарагирово, это было все то, что имело название города. А так, сплошная деревянная застройка. Город утопал в песке. Здесь не было мало. Все было пережито. Первые 10 лет Эрнест Дмитриевич работал электромехаником и дежурным радиотехником в Павлодарском городском радиоузле. А потом понял, что хочет связать свою жизнь с историей, потому что увлекала она его с самого детства. В 1967 году Эрнест Дмитриевич Соколкин начал свою деятельность в Павлодарском историко-краевическом музее имени Потанина, где сейчас мы и находимся. Тогда это был очень молодой музей. Располагался он совсем в небольшом здании. Там насчитывалось порядка пяти тысяч экспонатов. Но за время работы Эрнеста Дмитриевича эта цифра достигла 90 тысяч. Сегодня можно смело говорить, что все, что связано с Павлодарским историко-краевическим музеем имени Потанина, связано и с именем Эрнеста Дмитриевича Соколкина. Долгие годы я проработал в этом старом здании музея. С 1967 по 1980 год. А потом уже, когда мы получили здание, мы тогда специально, я ездил по городу с начальником управления культуры, Павлодаром Бельжановичем, Сисембековым, с представителем горсовета, мы искали здание для музея. И, наконец, нашли. На улице Менина, на Нижнем Остане, так, дом, торговый дом Купсадерова. Эрнест Дмитриевич Соколкин на протяжении практически всей жизни занимается изучением истории Павлодарского приортышья. Им собрано огромное количество сведений и материалов. Благодаря его поискам в архивах и библиотеках стран СНГ в научный обиход вошли многие материалы, которых не было в фонде музея. Всё это время рядом с ним по дороге жизни плечом к плечу идёт его супруга Людмила Петровна. Ей было 20 лет, когда вышла замуж за Эрнеста Дмитриевича. И до сих пор они сохраняют влюблённый взгляд, смотря друг на друга. Это замечательный человек, что сказать. Он очень много знает, всё сможет рассказать, может собрать коллектив. Очень достойный человек. Счастливый, конечно, мы любим друг друга. Эрнест и Людмила Соколкины воспитали двоих детей. Сейчас, несмотря на свой далеко не молодой возраст, павлодарский краевед пишет книги. В этом году в свет выйдет его второе издание «Улицы нашего города». Вероника Вишневская, Амир Ерланула, Ерты Сахпарат.